Приветствую всех любителей шахмат. В преддверии футбольного матча Украина-Швеция я хочу разобрать партию двух сильнейших представителей этих стран в шахматах. Рассмотрим партию Василия Иванчука против Ульфа Андерсена, сыгранную в Монте-Карло в 1997 году. Василь играл белыми фигурами и пошел вперед конем. Черный также отвечает развитием коня. Белый устанавливает пешку на поле C4 и на доске у нас получается отказанный ферзевый гамбит. Здесь черный берут под контроль центральное поле E5. Белый играет ферзь C2 и берут под контроль также центральное поле E4. Черный подготавливает рокировку в короткую сторону и белый принимает решение перейти к карлсбадской пешечной структуре. Василий Иванчук развивает чернопольного слона, черный укрепляет центр, следует продолжение H3. Иванчук образует форточку для своего слона. Андерсон обеспечивает безопасность своему королю. Белый открывает диагональ для развития белопольного слона. Черный играет ладья E8, устанавливая ладью на полуоткрытую линию. Иванчук развивает слона, подготавливая рокировку. Черный применяет стандартный маневр конь F8. Они переводят все фигуры на королевский фланг для атаки. То есть при карлсбадской пешечной структуре белый, как правило, готовит план атаки пешечного меньшинства B4-B5 для того, чтобы поменяться на C6 и создать сопернику слабую отсталую пешку. Для этого Иванчук сыграл ладья B1. В свою очередь черный набрасывает фигуры на королевском фланге и хотят ставить мат вражескому монарху. Своим последним ходом Андерсон создал угрозу порчи пешечной структуры. Поэтому слон отступает на поле H2, черный настаивает на размене этих слонов и после взятия на поле D6, белый спрятали короля в безопасное место, соединяя между собой ладьи. Черный также соединяет ладьи ходом слон D7, белый приступает к плану атаки пешечного меньшинства. Для того, чтобы не допустить ход B5, а точнее встретить это продолжение ответным C5, Андерсон пошел здесь B6. Иванчук устанавливает ладью на полуоткрытую линию, поскольку у черных образовалась отсталая и следовательно слабая пешка, на которую можно нападать. Ульф намечает сдвоение ладей по линии E, а белый в свою очередь меняет защитника отсталой пешки C6. И после размена на поле F5, черный образует форточку для короля. Белый надвигает пешки на ферзевом фланге, хотят все-таки пойти B5 и тем самым изолировать центральную пешку D5. Андерсон оккупирует конем центральное поле E4, произошел размен на поле E4 и продолжение ладья C3. Иванчук намечает сдвоение ладей по полуоткрытой линии для давления на слабую пешку C6. Черные сдвоились по линии E, белый пошли конь D2, нападая на ладью. И после отступления этой ладьи сыграли G3, для того, чтобы не допустить прыжка коня на поле G4 с последующей атакой пункта G2. Но и учитывая это, черный направляет коня по другому маршруту с атакой ферзя. Иванчук уводит ферзя на поле F4, предлагая размен тяжелых фигур. Но вот ферзь отступает на D7 и белый все-таки прорезает ферзевый фланг для того, чтобы изолировать пешку на поле D5. Черные пошли H5, создавая угрозу возвращения коня на поле G6 с последующим ходом ладья F6. И белому ферзю станет неуютно. Поэтому Василий сыграл здесь ферзи F3, нападая на пешку. Черный пытается расшатать белым королевский фланг. Иванчук проходит мимо. И в этой ситуации необходимо было предварительно поменяться на поле B5. И только после этого подорвать королевский фланг ходом F5 с обоюдной игрой. Но вот Андерсон сразу играет F5. Этот ход является ошибкой. Поскольку теперь белый забирает на F5 с темпом атакуя ладью. На отступление на поле F6 они успевают пробить на C6. И на взятие конем с темпом захватить открытую линию. Теперь конь на поле C6 подвисает. Поэтому Ульф переводит этого коня на поле E7. Создавая еще одно нападение на пешку F5. Белый внедряется в обжорный ряд. Следует взятие на поле F5. Размен ферзей. И продолжение ладья C6 с идеей поменять ладьи. Черный уклоняется от данного размена, поскольку у них будет плохое окончание. Ввиду слабостей на D5 и A7. То есть черный перекрывается конем. Василий Иванчук еще раз нападает на этого коня. И Ульф Андерсон приступает к комбинации, которая является ошибочной. Он сыграл здесь ладья F8. Белый, конечно же, забирает фигуру на поле D6. Черный пробивает на F2 в надежде отыграть коня. Дело в том, что белым нельзя уводить коня в сторону из-за того, что белый король получает форсированный мат. В общем, издалека Андерсону показалось, что он таким путем отыгрывает фигуру и еще въезжает ладьями в обжорный ряд. Но издалека не увидел ответную реакцию соперника, а именно продолжение ладья G6. И выясняется, что черный не могут брать коня на поле D2, поскольку здесь уже они получают форсированный мат. Ладья G7 и таким вот образом король получает мат от ладьи. Поэтому ввиду данного варианта на 36 ходу шведский гроссмейстер признал себя побежденным. Напишите в комментариях, как вы думаете, как завершится матч между Украиной и Швецией. Не забываем ставить лайки, подписываться на обновление канала. Бьем в колокол, делимся роликом в социальных сетях, потому что шахматы это круто! Субтитры создавал DimaTorzok